всем привет добро пожаловать в аленка блог сегодняшнее видео будет о моих подарках ко мне приехала мама и привезла мне подарочки подарки от моих подруг спасибо большое что вы меня еще помните и мамины подарки будут духи и будет немножко косметики а также мама мне принес привезла я заказываю не всегда детские книги очень классно очень крутые если кому-то интересно напишите внизу под видео я сделаю отдельное видео на книге моего сына я собираю библиотеку их очень как мне кажется интересных книг поэтому если кому-то интересно у кого есть дети я с удовольствием вам их покажу скажу где что я покупала мама я ей заказывала и она покупала откуда в общем ну все такое пишите если надо и начну значит так ароматы которые мне привезла мама первый аромат это подарок от моей любимой подруги насти насти спасибо тебе большое я прям в раю я в раю я хотела этот аромат я так его хотела и мы как раз тогда с ней переписывались она горит не вздумай не вздумай покупать я передам через твою маму тебе подарок ну это ж кайф я еле конечно удержалась чтобы не купить но дождалась аромат шанель вот в такой красивой коробке а в коробке еще одна коробка такая и аромат габриэль шанель а внизу а ой а внизу а под коробкой еще вот такая штучка такая железная до железная пластинка на ней написано габриэль шанель париж не знаю на елку может повешу если будем в этом году делать елку с элвисом наверное скорее всего не будем потому что он ее съест и так аромат габриэль шанель это 50 миллилитров это парфан ну так вот парфан есть я его пробовала у нас весной был период вот только-только-только-только я такая ранее ранее весна птички щебечут воздухе витает аромат чего-то нового зарождающего ночью весна это всегда романтично это всегда здорово это всегда позитив не знаю как у вас у меня вот прям всегда я помню я пошла у меня был выходной а так ну прям в центре но красиво знаете я думаю все иду пробовать аромат габриэль и как раз у нас украшают нас такой большой шопинг-центр дэвид джонс и каждую весну там такой фестиваль цветов и весь дэвид джонс украшен у просто цветами с головы до ног это просто потрясающе знаете вот такой старинный необыкновенной красоты здания белом мраморе все внутри колонны и это все 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 увита цветами розы орхидеи вот такие вот огромные орхидеи которые даже вот не знаю каких-то разных разных цветов все вместе но это было вот как сказка но это всегда как сказка я всегда хожу я всегда смотрю делаю фото нюхаю цветы но кто не любит цветы все на любят цветы и это вот прям праздник и очень вовремя тогда как раз вышел аромат габриэль не вот он стоял увиделись цветами я его попробовал я его попробовала и ну знаете вот у меня может быть настроение было хорошее может он не сразу понравился он не сразу вот просто вот влюбил себя своей какой-то но абсолютной жизнерадость жизнерадный жизнерадостностью простите абсолютным каким-то ощущением вот счастье безмятежности легкости красивые цветы вначале немножко цитрусов потом вот эти вот белые 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 цветы прям вихрь знаете вихрь белых цветов ну потрясающий потрясающий я потом мне дали пробники я я села в машину к мужу что тебе такой за аромат вот он прям взять он пленяет он сразу всем нравится главное только с ним не переборщить он такой достаточно яркий я вот знаете этот пробник я просто за два дня я его весь вообще израсходовала и села ждать когда же ко мне приедет мой флакончик вот он наконец приехал он приехал у нас уже сейчас такое почти начало лета ну прям вот очень уже жарко становится много дождей перед дождем знаете очень так влажный воздух воздух даже как стелется влажный такой тяжелый вот как раз такой день мама мне его привезла он отстоялся где-то дня четыре и я его наконец-то на себя нанесла и мы пошли с мамой гулять пошли с мамой гулять тоже было так жарко я не могла бы аромат был совсем другой а не было в нем вот этой настолько яркой белой цветочной волны нет даже такой немножко колковатый немножко такой как бы даже в носу иногда вот от нее щекотала вот это вообще не было он открылся сливочным пломбиром из жасмина если можно так сказать вот реально каким-то мороженым мороженым таким вот прям сливочным нежным притягательным я вообще была в шоке потому что ну я не ожидал если честно говоря что он так поведет себя именно в жаре в жаре в жаре в жаре в жаре на горячей кожи раскаленную мы много ходили было действительно душно жарко очень красиво очень красиво поэтому мне кажется что это все таки аромат на тепло я конечно не знаю как он будет вести себя в холоде поживем увидим посмотрим если он не доживет до нашей зимы то попробую если вы вдруг едете куда-то отдыхать сейчас на новогодние праздники не знаю попробуйте дайте ему еще один шанс именно в теплом климате его поносить там возьмите пробника консультантов или еще что то хотя я думаю он и в прохладе будет очень красивый гармоничный хороший аромат вот действительно хороший он он не шедевр ну вот он конечно шедевр не тянет но вот что-то в нем есть мне нравится что его можно носить целый день с утра до вечера он под любое настроение под любую одежду уместен вообще под любой под любой какой-то ну событие под любой выход понимаете классный классный такая современная легкая классика не побоюсь этого слова не кидайте в меня помидоры значит так габриэль покончили перейдем к следующему аромату следующие два аромата которые вам покажу это ароматы винтажные я их попросила приобрести мою маму на страничке в instagram я оставлю ссылку на эту страницу интернет-магазин винтажной парфюмерии и вот мне вот почему-то понравилась их страница какие как-то вот описание приятные удивили цены ну я думаю попробую мне прям так заинтриговал этот аромат вот который вам сейчас покажу я попросила маму с ними списаться созвониться и вот они как-то там скооперировались вместе встретились все купила маму них и так все прямо так приятно так легко так спасибо все девочки спасибо вам большое я оставлю ссылку на этот интернет магазин внизу в инфобоксе и наконец аромат я как увидела просто эту коробку у них на странице все я не могу я даже не знаю этот аромат я не знала чем он пахнет вот я поняла что вот мне вот это надо вот такая коробка как знаете как шляпные коробки были картонная картонная коробка очень такая красивая немножечко такая грязноватая но слушайте он не новый он не новый но им никто не пользовался просто она видимо где-то лежала запылилась шоссеидан аромат называется флор экселент флор экселент но не очень тут отсвечивает вот так вам покажу все и вот здесь какая-то такая фигня я сначала думала что это фарфоровая какая-то размазанная штучка ну нет это какой-то пластик ну как капелька знаете и тогда вам открываете тут такая красота только из одного флакона мне кажется что можно сойти с ума но если вы такой любитель парфюмерии посмотреть какой он красивый он просто потрясающе красивый флакон но но нереальный здесь 40 миллилитров это у нас эликсир духов как-то так по моему это называется подождите сейчас я посмотрю тут все иероглифы иероглифы я оставлю название кому интересно посмотрите что это эликсир духов по моему туда 40 миллилитров ну потрясающей красоты флакон крышка была очень плотно такая прям притертая закрытая он доехал вообще без проблем долетел до сиднея постоял у меня тоже 4 дня даже 5 честно говоря потому что на четвертый день я вся в габриэле была мне как-то было не до винтажей а пять дней постояла я его с нетерпением открутила аромат просто потрясающе честно говоря он японский он японский в своей какой-то уникальной философии вы знаете он легкий и в то же время он как бы глубокий он несет в себе вот какую-то реально нежную историю этот аромат был выпущен в девяносто восьмом году очень маленьким тиражом ограниченным и он преподносился только очень узкому кругу таких супер супер клиентов шоссейда так что будем считать что я такой узкий круг супер клиентка шоссейда ну я вообще очень рада что у меня появился этот аромат мы с мамой его вместе нанесли на момент пах совершенно по-другому на мне совершенно по-другому но не удивительно у всех кожа разная здесь у нас мускусные цветы здесь очень красивый мускус ну просто невероятный какой-то мускус ой простите первое что я почувствовала мимозу вот прям мимоза 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 причем вот это вот именно пыльца мимозная мимоза они такие вообще все в пыльце до цветочки и вот это вот пыльцовая мимозность присыпана вот прикрыта каким-то легчайшим пуховым мускусом но это вот просто узнаете это потрясающий аромат белые цветы мимоза и мускус хотя потом посмотрел в пирамиде там еще розы есть ну розы я не чувствую может быть на каком-то в холоде в холоде там выглядит какая-то холодная высокомерная роза но пока это вы знаете если можно такая ассоциация она может быть странная как-то мне сразу пришло голову мраморный такой прохладный прохладный стол красивый белый мрамор дорогущий 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 и рассыпаны белые цветы жасмин магнолия может быть там лепестки или даже что-то все это с мимозой еще перемешано стоит бокалах шампанское такое дорогое французское сухое вкуснейшее холодное такой и вот это вот мускус над этим над всем витает вот он какой-то такой шипучий немножко искрящийся бесподобный я не знаю даже вот как вот помощью описать он тонкий аромат тонкий аромат драгоценный аромат буду беречь одевать по праздникам ну нет конечно я буду его носить но жалко драгоценности реально драгоценность очень красивый очень если вдруг у кого-то будет возможность его попробовать попробуйте он классный и следующий аромат тоже мы заказали я заказал у мамы она купила у этих девушек с этого интернет-магазина это вот этот аромат куреш инблю куреш в голубом но это просто мое детство этот самый наверно первый вот парфюм куда засунула свой нос в детстве то что моя мама стояла вот этот куреш в голубом у нее был чистый парфюм была такая маленькая коробка вот такая квадратная тоже на постаменте на бархатном стояла вот такая квадратная куреш в голубом такая бутылочка я прям помню я помню этот аромат он потрясающий он горький пряный какой-то вот был ну очень сильное ощущение от него нет я помню потряс нут реально потряс и вот мама моя она всегда вот его по чуть-чуть наносила он был очень яркий одежда у нее всегда им все все пахло все я мечтала об этом аромате я мечтала его опять послушать мечтала его пользоваться для мамы тоже хотела но нигде ему очень сложно достать именно парфюм и девушки не достали вот это но честно говоря это не то что я ожидала это начало наверно 90-х годов это парфон 100 миллилитров дизайн флакон уже новый к сожалению мне он совсем не нравится вот этот кружок дурацкий зеленая жидкость знаете он конечно рядом не стоял с ну с оригинальным с классическим парфюмом ну даже вообще если вот вы вот вдруг подумаете вот так куплю если вы ждете чего-то такого что вы помните то тут конечно это нет но моей маме он понравился она его носит честно говоря на его сейчас носит вполне ей нравится здесь у нас я его один раз честно нанесла на себя весь день походила поняла что нет ни то не мое это шипар такой современный и не очень наверное все таки прекрасно не очень качественно сделаны немножко химически мне показалось здесь очень красивые в начало красивая такой горькая немножко аптекарьская аптечная цветы календула может быть какая-то горькая вот это ромашка может быть какие-то у нас еще цветы одуванчики вот эти желтые все вот такой немножко с горчинкой как такой травяной сбор знаете и все немножко такое ну как горчичная горчичная и вот начало классный старт классный вот он такой такой терпкий горький а потом это все уходит в такой какой-то ужасный сахар но на мне по крайней мере что как-то даже потом не хочется носить поэтому но маме нравится мама носит на не как-то вот он по-другому играет значит мне вот честно говоря вот это было разочарование но ничего у нас еще все впереди может быть еще найдем аромат классический куреш куреш парфюм маленький следующий аромат мама мне привезла это ей дала ее подруга чтобы она передала мне спасибо большое это ее до сеслей двоечка то по моему три аромата этот туалет вот такая вот штука здесь уже остаток во флаконе классный шипр классный шипр я думаю буду носить его именно летом потому что он он не тяжелый он конечно не не грант суа но все равно приятно очень приятно спасибо большое я его еще честно говоря не разнашивала не не носила расскажу когда попробую побольше с ароматами все я надеюсь вам понравилось теперь быстренько покажу косметику и буду закругляться косметика вся от компании шанель я люблю шанель чушь там вот столько вот у меня тут всего значит так первое мне подарили вот такие тени это номер 34 они металлик значит металлик 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 я их уже один раз наносила и там реально знаете как будто вы фольгой присыпали свои веки золотой это вот такой вот прям золотой 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 цвет желтый золотой с моими голубыми глазами смотрится очень даже неплохо сейчас я вам покажу сбоч вот такой вот он прям вот ну реально очень золотой и вот если на руке вот так переливается красиво. Знаете, красиво, если с какими-то прям вот очень такими темными стрелками делать, потому что чисто по себе он делает немножко такими мои глаза, по крайней мере, больными такими. Немножко как-то мне кажется. Дальше мне подарили вот такой вот карандаш для бровей водостойкий в цвете 808. Классный карандаш, вот такой вот он формы, он вот так вот выкручивается, ла-ла-ла, закручивается туда-сюда. Но вот этот цвет, он, к сожалению, не мой. Он, ну как, он мой, но немножечко светловатый. Вот так вот он выглядит. Немножечко светловатый, ну, ничего. Все равно, если побольше, 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 получается хорошо. Дальше я быстро покажу вот такой вот блеск для губ. Вообще офигенный, офигенный блеск в номере 768 Decadent. Decadent. Мы все любим декадентство, декадент. И вот он вот такой. И он прямо вообще... Он просто чернослив с шеразом, с каким-то таким красным, вкусным вином. Очень красивый блеск. Может быть, как-то накрашу, в видео покажу. Дальше помада вот одна сейчас на мне. Не, не это. Сейчас покажу, какая. Я очень люблю помаду Chanel и именно вот Rouge Allure Velvet. Мне они очень нравятся. Они очень приятны на губах. Чувствую я их приятно очень на губах. Хорошие. А вот эта помада номер 58 Rouge V. Она немножко, знаете, такая вот с оранжевым, с таким лососевым цветом оттенок уходит. И вот давайте я вам ее нанесу. Вот он вот такой цвет. Классный. Она, вы знаете, на каждый день. Я ее очень люблю. Она вообще под любой макияж подходит. Подо все. И следующая помада тоже Chanel и тоже Rouge V. Это номер 42. Она уже розовая. Она розовая, очень красивая летняя помада. Ну вот на камере почему-то она очень темная. Она намного светлее. Вот такой вот розовый цвет. Я, конечно, сильна в сводчих. Надо как-то мне, наверное, наловчиться. Может, когда-нибудь у меня будет так профессионально получаться. Но пока немножко, наверное, коряво. Так что вы меня извините. Все. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите, если вам будет интересно видео про книги. С удовольствием покажу, с удовольствием расскажу. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok